Продолжается игра. Было РМК. Разбирают героев. Опять. Как я уже говорил, это скорее всего будет хардовая врка, но может быть конечно пойдут триплой в харду команды 4n, 4n. Но вот что-то мне подсказывает, что врка в принципе может ничего и не вынести, потому что герокоптер ее будет постоянно откидывать флакенами, она будет постоянно куда-то уходить, стоять на линии быть тяжело. Там еще есть Даззл, если что подкинет, Пойзон Тач, если что с руки добьет и Ио тоже, если что раскрутит шарики свои. Но Ио в принципе должен стоять с Легионкой, как по мне, потому что Легионки в миде будет не очень просто. Все-таки стоять она будет против Тини и Виверны. Ну, скорее всего. А вот Джиггернаут с Андайенгом должны очень даже неплохо постоять. Ну и какие-то проблемы. Но пока что проблемы можно быстро пройтись по составам команд. Ну и собственно, от команды Хехе. На Ио будет играть Нихис, на Туске Гоша Монстр, на Легион Командре будет играть Хва, на Даззл будет играть Хайли и на Герокоптере будет играть Соне. От команды 4Н-4Н. На Винтер Виверни будет играть Хах, на Ундайенге будет играть ВВМ, на Винд Рэнджер будет играть Л4В, на Джиггернауте будет играть Позинг и на Тайне будет играть Фрейсти. Ну, собственно, теперь только ожидать начало игры. Остается. Даже не знаю. Вот даже не знаю. Я здесь все-таки... Все-таки пик команды Хехе выглядит интересно. На Легионку всегда очень интересно посмотреть, потому что если дать ей разогнаться, это будет уже просто сноубол. Один и большой. Причем в буквальном смысле слова. Вместе с Туском можно будет закатываться и убивать вообще любого. Но, с другой стороны, здесь есть Ундайенг, который похиляет, здесь есть Виверна, которая похиляет. Здесь вообще много чего есть. Тут даже есть Тинни, который, если что, откинет противника. Так что это очень даже интересно. Это не просто интересно, это будет очень даже интересно посмотреть, потому что, как мне кажется, при равном пике уже решит только скилл. А пик приблизительно, как по мне, равный по силе. Все-таки есть Тинни без Ио и есть Ио без Тинни. Но у Ио есть Легион, у Ио есть Герокоптер, у Ио... Да, блин, у Ио есть все кто угодно. Ему это, в принципе, не очень важно. Кстати, видно здесь Герокоптера. Или нет? Нет, не видно Герокоптера. Прямо вот так вот, по краешку. Кстати, мог на секунду показаться, он здесь. Нет, действительно не видно. Действительно не видно Герокоптера. Но и не решаются идти они вперед. Команда 4Н, 4Н, потому что этого Герокоптера она, собственно, и не видит. Решаются идти куда-то в МИД. И с МИДа выходить, видимо, на верхнюю руну. Хотя нижняя руна достаточно свободная для них. Но вот на верхней руне придется посражаться. Придется посражаться с Туском, с Ио, с Легионом Командером. Ну, и Туск вообще, если хорошо, закроет. Ну, закрыл-то он, конечно, хорошо. Ну, а здесь Тинни уходит. Или он? Ну, вообще неприятно. Но он забирает баунтируну. Но, собственно, теперь стоило ли оно того? Мрет он или нет? Должен. Должен он здесь умирать. Минус Тинни. Ну, и, собственно, теперь... ВР-ка будет, видимо, стоять в МИДе, а Тинни пойдет терпеть в Харду. Тинни в Харде это еще более интересное. Да я бы даже сказал, суицидальное какое-то место для этого Тинни. Ну, он же здесь просто не отстоит. Ему бы нужна какая-нибудь, не знаю, Виверна. С Виверной отстоит? Один нет. Ну, и Виверна, собственно, начинает уже перемещаться. Но здесь еще есть Туск. А в Харде будет стоять Легионка. Совсем я ничего не угадал, потому что в МИДе стоит Ио. Вау. Это просто новый уровень, на самом деле. Игры разума. Потому что я думал, что все-таки будет стоять в Харде Туск. А в МИДе Легионка с Ио. Но это Ио в МИДе. Я ни в коем случае не принижаю силу МИДового Ио. Есть много забавных видео, где Ио, играя армлетом, фармит леса. Да и игры выигрывает. Но... Все равно это достаточно... Достаточно нестандартно. Последнее такое, что я видел, это саппорт Тинкер от команды Аспера. Но, по-моему, команде Аспера было очень весело в той игре. Ну и... Собственно, что по линиям у нас получается. Получается, что Джиггернаут, в принципе, стоит 1 на 1 с Легионкой. Легионка очень хорошо фармит. Все-таки 7 крипов, 8 крипов. Выходит на первое место по Нетворсу в Харде. Джиггернаут с этим ничего не может сделать. Вот Джиггернаут уже... Ну, в принципе, 6 на 1. Не так сильно он отстает от него, чем то, что вот еще есть 2 крипа. Собственно, 2-х он добивает. Но все равно, Легионка фармит, это нехорошо. Будет какой-нибудь Блингдаггер, будет совсем нехорошо. Ну и Андаинг с хастой бежит за Тускому. Туской нет маны, Туской нет Сноуболу. Туской вообще ничего нет. Можно ставить Тамбу и на халяву здесь забирать. Ставится, собственно, Тамбат Андаингер. Начинает он здесь бить еще и Ио. Ну и, собственно, видимо, это минус 2 от команды 4 на 4 Н. Хотя, Виверна, ноу-хп откидывается куда-то очень далеко здесь Ио. Виверна умирает, но, в принципе, не так страшно, потому что все-таки забрали... Забрали Медового Ио и забрали Туска. Как-то даже не совсем, что ли, приятно говорить Медовый Ио. Как-то не то, неправильно. Как по мне. Ну и вообще, в принципе, размен все-таки 2 в 1. Но здесь Туск, Туск, точнее, убивает Джиггернаута. Это, конечно, здорово для команды Хе-Хе. Но вот то, что умер Джиггернаут, это уже плохо. Еще Развук умрет на, в принципе, фрифарме, будет просто катастрофой. Но пока что... Пока что все не так плохо. Развук можно. Развук можно. Ну и теперь Андейнг с Тинни в Харде. Андейнг не попадает в Дикеем. Но все еще и Стамба. Ну, Гирокоптер с Даззлом все равно сильнее, чем, в принципе, наверное, любая дабла в Харде. Но может быть только Лич с каким-нибудь Баланаром. Да может быть даже Лич с Андейнгом. Вот только они, наверное, сильнее все-таки там не пробить этого Андейнга. Лич очень далеко держится, пока ты бежишь до Лича, а тебе Андейнг. Будет очень больно бить, все-таки дополнительный урон будет получать очень много. Стоя против даблы триплы. Ну, а вот с Тинником это так не работает. У Ио есть регенерация. Сейчас, если что, кого-нибудь похиляет. В принципе, у самого маны нет. Можно будет завязать, чтобы восстановить ману. Ну, или можно попытаться побаковать на ВР-ку. Поразмениваться с ней ХП, юзнуть регенерацию. Но ВР-ка в данной ситуации как раз должна не идти. И не тратить свое ХП. Юзается регенерация от Ио. Восстанавливает он ману Туску. В принципе, если что, тут на подсейве есть Андейнг. Который, если что, поможет ВР-ке. Если все-таки покатится Туск. Но Туск не должен катиться. Ой-ой-ой, а что тут произошло? Почему так мало ХП у Джиггернаута? Неужели при помощи вот этого скилла, при помощи Увервелменодца, оторвало так много ХП? Блин, это... Это на самом деле не здорово. Совсем не здорово. Ну и как-то очень сильно приседает ВР-ка. Возможно, команда Хехе нашла контру к медовой ВР-ке. Да и, в принципе, ко всей этой мете. Это вот такой вот Ио. На самом деле, который достаточно жесткий. Ну, достаточно, очень сильно жесткий. Тут, кстати, ганг-отряд. Ганг-отряд из Туска и Даззла. Даззл, кстати, третьего уровня. Со скиллпоинтом. Не берет пока что Грейв. Копит. Копит. Может, там где-нибудь чуть больше урона нанести. Может, там... Пхил посильнее сделать, в принципе, тоже к урону относится. Ну, а здесь Ио делает стайки. У тебя какие-то странные стайки. Видимо, просто пытался пофармить. Но не получилось. Но не получилось. Ну, и Гирокоптер. Отпился флаской. Продолжает фармить. Не так много, кстати, у него ХП. Но, в принципе, ПТ-шку переключил. Да, ПТ-шку переключил. 800 ХП стало после 650. И вот это уже неприятно. Это уже пробивается тяжело. Ну, и Тинни. Тинни должен, наверное, пойти порегениться. Мало ХП. Выходить вообще на кого-либо опасно. 400 ХП уже есть достаточно больно бьющие косты. Даже у Ио. Хиро демидж 75. 5 шариков. Ну, да. В принципе, убьет. Должно убить уже того же самого Тинни, если подставиться. Тут тоже много урона. 140. И еще со Сноубола. Ну, где-то 150 будет. Я думаю. 120 все-таки не будет. Ой-ой-ой. Тузка нашли. Нашли Тузка. Минус Тузк. И улетает Ио. Надо ему регенить ману. Улетел он на базу. Кстати, мог забрать с собой Тузка. Как-то рано он улетел. Как по мне. Тузк мог сохранить себе телепорт. Все равно, скорее всего, делал бы ТП в мид. Это Тузк. Потому что здесь гирокоптер, которому не нужна, в принципе, помощь. Фармиться ему очень даже хорошо. Кстати, при всем проседании в эрке на миде, у эрке больше крипов, чем у Ио. Чуть-чуть больше. Ой-ой-ой. Закинули андайнга. Есть ультимейт у Джиггернаута. Но, в принципе, не очень хорошо. Отвультился. Отхилится Джиггернаут при помощи хила Виверны. Заходит тут еще и кулдаун. Начинает крутиться здесь Джиггернаут. Почти наносит крутилку урона. Все-таки первая крутилка. Пока что размен 3 в 1. Еще и выживает перед всем регионку. Урона она, конечно, не выиграла. Но все равно. Но все равно это минус 3 в размен на 1 Ио. При этом Ио очень долго жил. Могла там еще и Виверна умирать в этом замесе. Но вообще немного сумбурный. Немного сумбурный замес был. Верка решил потанчить Тауэр. Но решение было, как по мне... Ой-ой-ой. Че, нажал на F12? Решение, как по мне, было все-таки... Не совсем верным. Потому что проседает. Просела, точнее, по ХП. Но прилетел, в принципе, Боттл. Но здесь уже идет Туск. Туск откидывается шардами. В принципе, если бы Верка стояла на месте, попал бы. Но Верка уходила назад под фазами. Поэтому не попал. Ну и здесь Легионка бежит за Тинни. В спину. Залетело тут еще два героя. Но это минус Тинни. Конечно, не дали урон они. Легионки. Ой-ой-ой, хорошая связка от Верки. Еще мало ХП теперь у той же самой Легионки. Даззл. Даззл не уходит. Легионка должна уйти. Гирокоптер, мало ХП. Можно попытаться. Можно попытаться дать хороший Поршот. Можно попытаться дать хороший Поршот и убить. По идее. Хотя, третий. Ну, в итоге это минус Тинни. Опять же, размен 3 в 1. Без урона Легионки. Так что... Все, в принципе, не очень. Хорошо, потому что вернулась на круги своя. Только вот, как мне кажется, все-таки команда 4Н-4Н в этот раз получилась чуть-чуть побольше. Голды из-за того, что... Все-таки разница. Была разница. В пользу хе-хе. Вот она начинает улетучиваться. После киллов. Да. Конечно. Приигрывать драку после выигранной драки, это не очень хорошо. Ну, кстати, это примерно то, о чем я говорил. Про то, что хоть и может залететь 4 персонажа команды хе-хе, но... Успешность этого залета иногда может быть минимальной. Как, в принципе, она была и сейчас. То есть, убить хардового Тинни, у которого 26 крипов... Кстати, так мало крипов у Тинника. Поставили Тамбу, но Тинни выкидывает Легионку, но Ио может умереть. Ультимейт Джиггернаута пошел в Ио, но... Не совсем то, что хотелось бы, на самом деле, для Джиггернаута, потому что в Грейв и в Ио это как-то плохо. Ондайн все-таки забирает... Ой-ой-ой, тут еще хороший подхилл. Ондайн все-таки забрал Ио, еще и в итоге выживает при помощи хила Виверны в дуэли. И нет урона у Легионки. Нет урона в этот раз у Легионки. Тут еще бегут за Даззлом. Как-то далеко, на самом деле, бегут. Еще откидывается Виверной. Тинник и минус Даззл. Еще и падает Тамтауэр. А здесь в невидимости ходит Туск. Но Туск еще половина невидимости, не должен он здесь умереть. Должен он здесь жить. И радовать нас всех. Но уходит при помощи своей крутилки Джиггернаут. Кстати, Джиггернаут с четвертыми критами. Видимо, без плюсов. Нет, с одним плюсом. Ну, вообще, плохо тут Джиггернауту. Ой-ой-ой, а Джиггернаут-то выжил в итоге при помощи стиков. Еще и Андайн кого подхилял, как уже он живет. Туск мертв. Взлететь маны нет. Ну и все. На этом все. Кстати, Виверна только четвертого уровня. При всей такой достаточно заместной карте, Виверна только четвертого уровня. Что, конечно, не очень хорошо. Все-таки нужен шестой. А с шестым уровнем там все будет весело. Кстати, не уверен я. Вот если закинуть дуэль, а после этого ультанинуть Виверной. Легионка переагрится или нет? Скорее всего, нет. Как мне кажется, все-таки нет. Не должна. Туск. Туск, туск, туск. Будет ли убивать здесь Веркум? Ну, уже пытаются убить Веркум. Туск начинает катиться Веркум. Легионка еще сломала Тауэр. Первый урон для Легионки. Кстати, Легионка уже с Блэйдмейлом. Аут Узкой шестой. А вот у Иоу, кстати, 1200 голды, но больше ничего. Маловато. Ну, а здесь, в принципе, даже не знаю. У Джиггернаута толком ничего нет. В принципе, есть такие стандартные айтемы, но толком ничего нет. Если посмотреть по Нетворсам, да, Джиггернаут явно отстает от той же самой Верки. У Верки же есть Пойнт Бустер. Ну, даже не знаю. Даже не знаю, что, в принципе, будет здесь происходить. Потому что пока что команда 4N4N показала, что она сильнее. По крайней мере, в замесах. Но вот что будет происходить, собственно... Что будет, собственно, происходить в игре, еще неизвестно. Может быть, может быть, команда Хехе сможет по одному убивать героев команды 4N4N. Ой-ой-ой, что так агрессивно? Ты в Верку... Что так агрессивно Верну закинули? Это же действительно просто суицид. У Туска мало ХП, у Легионки тоже мало ХП, но Легионка просто наглую сломала только что Тауэр. Прожимает Блэйдмейл и на этом отходит. В итоге просто в суицид закинули героя. Команда 4N4N. Что, конечно, жутко. Очень жутко. Минус Туск. Но здесь может умереть Тинни за это. Да, еще и урон отдает он Легионке. Это нехорошо. Вот это нехорошо. Это на самом деле просто жутко. Связывает Верка Легионку. Но на этом, собственно, опять же, все заканчивается. Очень жирная Легионка под Ио и вообще ничего делать. Точнее, ничего не сделать. Делать и ей что? Минус Сандайн достаточно быстро. Откидывается Верна своим плевком. Здесь есть ультимейт у Джиггернаута, но ультимейт-то только первая. Еще тут есть армор. Ой-ой-ой, отда зла. Джиггернаута очень больно. Потому что на нем минус армор. Точнее, на нем, скорее всего, медалька. А нет, не медалька. Это был действительно минус армор. Судя по всему, здесь еще и может сейчас умереть второй раз Тинни и Верка. Хотя Тинни выживает. Но вот Верка, скорее всего, нет. Минус Верка. Пытаюсь я найти медальку. Ой-ой-ой, две перчатки покупает Ио. Интересно, зачем ему две? Неужели действительно Джиггернаут просто попал в минус армор Дазла? Да, видимо, Джиггернаут просто попал в минус армор Дазла. И было ему просто очень-очень больно. Кстати, есть Сэнши у Герокоптера. Здесь же, собственно, как-то все тухло по айтемам. Очень даже тухло. Есть 1300 голды у Джиггернаута. Надо, на самом деле, найти Джиггернауту его 11 уровень. Все-таки в два раза больше прыжков, в два раза больше урона. Да, конечно, там есть Грейв, но... Все-таки в два раза больше урона с ультимейта. Просто за то, что ты найдешь себе два уровня. Оно того стоит. Ну, Джиггернаут, наверное, должен идти искать эти два уровня. У Дазла появляется медаль. Теперь будет еще неприятнее играть в эту игру в команде. Ой-ой-ой, а он Баттлфьюрита собирает. А 15 минута, и все плохо. Баттлфьюрита, на самом деле, это не тот айтем, который хочется собирать в такой ситуации. Ну и, собственно, две перчатки у Ио все еще остались. Сейчас, видимо, купил он это за чем-то важным. Возможно, будет Мейлшторм. А нет, это будет Армлет. Это будет Ио с Армлетом. Вообще, интересный выбор, потому что я все-таки не знаю, как Хилл с Армлетом работает над Тезер. Наверное, все-таки увеличивается. Наверное, все-таки увеличивается. Там-то сила просто добавляется. Ну да, реген ХП увеличивается. Поэтому, в принципе, Армлет это не так плохо. Будет больше регена просто так само по себе. Что, конечно, прекрасно. Ну и здесь заходят на Рошана. Заходят на Рошана команда Хехем. Будут его достаточно спокойно забирать. Ну, кстати, не так быстро падает Рошан. Достаточно медленно. Команда 4Н-4Н может за это время понять, где находится их оппонент. И все-таки прийти... Да, просветили пауэршотом. Видели, скорее всего, как минимум Легионку. Как максимум... То, что, наверное, Рошан бьет. Ну да, вот сейчас был пауэршот поточнее. Теперь видели точно всех, но уже нечего здесь делать. Легионки Аегис. И сейчас вот точно не стоит сражаться. Сейчас вообще не стоит сражаться. Нужно пытаться по максимуму найти преимущество. Максимум преимущество вывести из хайграунда. Упадет, собственно, Аегис. Можно будет вообще делать все, что угодно. Но с Аегисом пытаться как-то реализовать преимущество хайграунда. Как-нибудь. Просто как-нибудь. Был завязан Смок. Дается Винтеркер с ВО. Минус ИО. Хорошо. Вот это хорошо. Юзается ультимейт андаинга. Надо хилять андаинга. Минус андаинг. Уже неприятно. Минус Тамба. Еще и Виверна тоже умирает. Должен умереть здесь еще и Тинни. Но, в принципе, неплохой блинг от Тинни. Но в него все еще летит ракета. Ракета первая. Ой-ой-ой, в эрку тут заперли. Минус Вэр. Трипл килл для гирокоптера. Тут еще и катится в Тинни. Ну а Тинни ушел на блинке. Ну и Туску тут как бы все равно. Хотя хорошо его тоже так-то пробивает. Но Джиггернаут пришел сражаться здесь с Туском. Юзается ультимейт. Хорошо. В принципе, подблинковалась легионка. Но вот буквально секунды ранее. И было бы даже шанс спасти Туском. Но так блинкнулась в хорошую ультимейт от Джиггернаута. Крутится. Крутится здесь Джиггернаут. И верно навешивает дебаф. Пошел Грейв на легионку. Минус Undying еще раз. Минус, кстати, минус гирокоптер. Может умереть здесь. И, о, вернулся. Вернулся. А в итоге еще и умер Джиггернаут. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ой, какой хороший шакл-то. Какой же хороший шакл, но есть Грейв. Есть Грейв у Дазла. Дазла нажимает Грейв. Начинает делать тэп-аут. Ультимейтов верны нет. Еще одного шакла не было. Ну и, в принципе, от дефили. От дефили свой хайграунд. Не выбили, правда, из легионки Айегис. У легионки скоро уже будет Владмир. И с Владмиром гирокоптер будет достаточно больно пробивать. Кстати, есть 1800 голды у этого гирокоптера. Можешь сейчас себе еще что-нибудь купить. Можешь купить, кстати, себе какой-нибудь Талисман оф Эвейджен. И чем его пробивать вообще будет неясно. Один Талисман оф Эвейджен сделает жизнь гирокоптера просто потрясающей. При том, что здесь надо еще убивать легионку. При том, что здесь надо еще убивать Тию. А только в конце надо будет убивать этого самого гирокоптера. Ой-ой-ой. Немного нехорошо. Юзнули здесь все станы. Не. Сгибались, что ли, команда 4-4-4-4-4. Ну и минус Тинни. Хотя, хорошие подхилы. Но Тинни в итоге умирает. А убивать легионку вообще нечем. Очень много плюс армора. Дазл еще и повесил медальку. Тут 25 армора, 26, 27. Очень много армора. Минус еще и... Ой-ой, Тинни вышел из игры. Минус же гирнаут, минус ВР-ка. Еще и гонятся здесь за андайингом. Минус андайинг. Тинни возвращается. Ну и Эггис выпадет через 2 минуты. Ну, собственно, тут должны упасть две стороны. Пингуют, чтобы сразу шли уже в Т4. Но... Даже не знаю. В принципе, да. До Эггисы... До конца Эггиса еще 2 минуты. Ну, конечно... С двумя минутами можно. С двумя минутами можно. Падает первый Т4. Сейчас пойдет второй Т4. Тут все еще фуловые. Блин, это на самом деле... Должно очень сильно напрягать. У него, кстати, почти не тратится мана. Ну и начинает падать Трон. Начинает падать Трон. 3000 хп у Трона. Глифа нет. Стоится Тамба. В Антабе начинает настрелить гирокоптер. По гирокоптеру начинает настрелить ВР-ка. Забирает туск этого гирокоптера к себе в сноубол. Тамбу сейчас разломают. Джиггернаут очень неприятно. Минус Джиггернаут. Минус Верка. Минус Верна. Еще и тут минус Ондайн. Кукупайс Верна. Но это уже ГГ. Это уже ГГ. Умер туск. Ну и, собственно, будем сейчас ждать вторую игру. Будем сейчас ждать вторую игру. Ну, а пока что... Ну, а пока что небольшая пауза. Совсем небольшая пауза. Кстати, очень интересно выглядит Теос Армалетом. На самом деле... На самом деле, Армалет сам не понимает, где у Ио руки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok